Приветствую вас, уважаемые предприниматели, читатели моего блога, зрители моего YouTube канала. Приветствую всех тех, кто смотрит это видео и кому интересны финансы предприятия. Меня зовут Андрей, я автор блога для начинающих предпринимателей, блог Business.com.ua. И сегодняшнее видео у нас посвящено повышению финансовой грамотности начинающих предпринимателей. В данном видеоуроке мы рассмотрим основные три задачи. Первое, мы ознакомимся с форматами финансовых отчетов компании, ознакомимся с понятием инвестиции, ознакомимся с методами финансового анализа. Как часто вам приходилось слышать фразы от финансистов? У вас баланс не сходится, у вас получается нулевой кэшфло вашего проекта отрицательной NPV. Почему же эти странные финансисты говорят такие не менее странные фразы и почему они отказывают нам финансирование? Давайте же глубже рассмотрим все эти понятия и мы поймем почему вдруг финансисты у нас спрашивают именно это. Итак, что такое финансы? Как говорит википедия в переводе с французского финансы это денежные средства. Финансы в научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. Также можно встретить такое понятие, что финансы это денежные средства, как элемент народно-хозяйственного оборота. Словарь Ротстера говорит о том, что финансы это доходы правителя или государства, иногда доходы физического лица. Некоторые источники советского времени говорят о том, что финансы это попросту пережито капитализмом. Но тем не менее все эти понятия имеют место быть, поэтому мы о них сейчас с вами и поговорили. Итак, какие же существуют основные формы финансовой отчетности? Первый отчет, о котором я вам расскажу, это будет отчет о прибылях и убытках. То есть, называется он еще отчет о финансовых результатах, либо бюджет движения доходов и расходов, все это один и тот же отчет, который содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах, либо прогнозах за определенный период времени. То есть, если мы рассматриваем прошедшую деятельность нашей компании, деятельность нашей компании за прошедший период, то мы смотрим наши финансовые результаты. Если мы составляем бизнес-план, то мы прогнозируем будущие периоды. Следующий важный отчет, это отчет о движении денежных средств. Также он может называться бюджет движения денежных средств или кэшфлор. Этот отчет содержит данные об источниках денежных средств и их использовании за определенный период времени. И третий важный отчет финансовый, это баланс. Баланс содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале на определенные даты за конкретный период. Итак, первый отчет, бюджет доходов и расходов, то есть отчет о прибылях и убытках. Как мы уже говорили, этот отчет содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах, либо прогнозах за определенный период времени. Итак, во главе нашего отчета стоит выручка от продажи продукции или оказания услуг. Это та сумма денег, которую мы получили в результате продажи нашей продукции. Ниже идет себестоимость реализации проданных товаров или услуг, то есть те товары, которые мы произвели, но положили на склад, они сюда не включаются. Для чего нам это нужно? Нужно это для того, чтобы получить реальную валовую прибыль, которая строится исходя из выручки от продажи продукции, минус себестоимость реализации проданных товаров. Таким образом, мы получим валовую прибыль, которая нам реально будет отражать нашу прибыль, то есть ту прибыль, которую может получить наше предприятие в результате своей прямой деятельности. Сюда у нас не входят ни административные расходы, ни какие-либо другие прочие расходы. То есть, если мы сократим наш аппарат управления, если мы откажемся от всех непрофильных расходов нашего предприятия, мы получим именно вот такую вот валовую прибыль, которая будет выручка минус себестоимость. Далее идут расходы на сбыт, административные либо управленческие расходы. В результате получаем прибыль, ну либо убыток, если у нас прибыль будет со знаком минус, то это будет убыток от продаж или оказание услуг. Получаем мы этот показатель в результате валовая прибыль, минус расходы на сбыт, минус административные расходы. Далее идут у нас прочие доходы. Прочие доходы, это доходы, не связанные с прямой деятельностью нашей компании. Скажем, продали мы, ну, к примеру, станок наш какой-либо. Вот получили прочий доход, это единоразовый доход какой-либо, и мы его больше, скажем, не получаем. Прочие расходы, но оказали мы спонсорскую помощь близстоящему детскому садику, вот у нас прочие расходы. Прибыль, убыток до налогообложения будет равен прибыль плюс прочие доходы минус прочие расходы. Далее идет статья расходов, такая как налог на прибыль. И в результате нашего отчета мы получаем чистую прибыль, ну, либо убыток, в зависимости от того, как сработала ваша компания за отчетный период, либо если мы строим бизнес-план, то прогнозный период. Это прибыль до налогообложения минус, соответственно, налог на прибыль, и в результате получается чистая прибыль. Теперь давайте поговорим, что такое EBITDA. Я думаю, что некоторым из вас не раз приходилось слышать это понятие, и первый раз, когда его слышишь, сразу же задаешься вопросом, что же это такое страшное, и откуда оно берется, и зачем вообще нужно рассчитывать этот показатель. EBITDA вообще это прибыль до вычета амортизации расходов по выплате процентов и налогов. Давайте для начала вспомним наш отчет о доходах и расходах. Как видите, здесь между 8 и 9 строчкой появляется наш показатель, наш тайный показатель EBITDA. Итак, как же строится сам отчет доходов и расходов? Давайте посмотрим на примере. Пусть при выручке 100 мы имеем себестоимость проданных товаров 30, в том числе 10 это амортизация. Баловая прибыль соответственно будет равна 70. Теперь от 70 отнимаем расходы на сбытые административные расходы, получаем 55 прибыль от продаж. Прочие доходы 5, прочие расходы 15. В результате прибыль до налогообложения будет равна 45. Как видите EBITDA мы пока не считаем. Налог на прибыль минус 18, чистая прибыль в нашем случае будет 27. Если бы было минус 27, то это был бы убыток. А теперь вернемся к нашей EBITDA. Берем выручку, те же 100, отнимаем себестоимость проданных товаров, но уже без учета амортизации. Потому что мы говорили, что EBITDA это прибыль до вычета амортизации, далее расходов по выплате процентов и налогов. Соответственно мы отнимаем расходы на сбыт, админрасходы, прибавляем прочие доходы, отнимаем прочие расходы, в результате получаем 60. Для чего нужен этот показатель? А этот показатель нам нужен для того, чтобы увидеть деятельность нашего предприятия в прочих, скажем, равных условиях. Вот даже к примеру, если у вас есть две одинаковые компании, которые располагаются на соседних улицах, то у них в процессе деятельности, пусть даже они всего лишь год просуществуют, запустились одновременно, просуществовали всего лишь год и оборудование у них одинаковое, но у них разные будут расходы амортизационные, у них могут быть отличия в налогах, налогообложении. Поэтому показатель EBITDA нам показывает действительно прибыль, которую мы получаем без учета таких показателей, как амортизация, расходов всяко разных по налогам, по выплате процентов и тому подобное. Это важный показатель для сравнения и его, как правило, стоит рассчитывать. Итак, давайте теперь поговорим о том, что такое отчет о движении денежных средств. Напомню, этот отчет содержит данные об источниках денежных средств и их использовании за определенный период времени. Важно понимать, затраты и платежи это разные понятия. Затраты отражаются в отчете о финансовых результатах и деятельности предприятия, то есть это ранее рассмотренный нами отчет о прибылях и убытках. А платежи отражаются в отчете о движении денежных средств. И здесь хочется сказать о том, что основа денежной стабильности компании, любой компании, заключается в получении авансов при продажах и получении отсрочек платежей при закупках. То есть, чем длиннее период между получением отсрочки, вы получили отсрочку платежа при закупке каких-либо товаров, а вам выдали аванс при продаже, заключили вы договор на выпуск какой-либо продукции, вам сразу же заплатили деньги авансом, отсрочка платежей у вас есть. И вот этот период маневренности, чем он у вас больше, тем лучше для вашей компании, тем ваша компания будет стабильней и тем ей будет легче держаться на плаву. Итак, в отчете о движении денежных средств деятельность компании отображена последующим направлением. Это операционная деятельность, инвестиционная и финансовая. Давайте рассмотрим теперь детальнее отчет о движении денежных средств. Итак, мы имеем какие-либо денежные средства на начало периода. Также мы имеем, как мы уже говорили, операционную деятельность. Вот поступление от нашей операционной деятельности. От операционной деятельности, ну это та же выручка, скажем, от продаж и тому подобное. Выплаты по операционной деятельности, наша, опять же, себестоимость. В результате получаем чистый денежный поток от операционной деятельности, который равен поступлению от операционной деятельности, минус, соответственно, выплаты по операционной деятельности. Далее у нас идут поступления от инвестиционной деятельности, те инвестиции, которые мы вкладываем в наше производство. Что такое инвестиции, мы рассмотрим детальнее, немножко ниже. Выплаты по инвестиционной деятельности. В результате получаем чистый денежный поток от инвестиционной деятельности, который равен поступлению от инвестиционной деятельности минус выплаты. Получаем свободный денежный поток, который у нас равен чистый денежный поток от операционной деятельности плюс чистый денежный поток от инвестиционной деятельности Ниже у нас идут поступления от финансовой деятельности Скажем, это те же операции по акциям и тому подобное, выплаты по финансовой деятельности, выплаты процентов нашим акционерам, к примеру И чистый денежный поток от финансовой деятельности равен соответственно поступлению минус выплаты от финансовой деятельности Денежный поток будет равен свободный денежный поток плюс чистый денежный поток от финансовой деятельности В результате мы получим денежные средства на конец периода. Денежные средства на конец периода будут равны денежные средства на начало периода минус все наши денежные потоки. И таким образом в этом отчете, если мы делаем его по месяцам, мы увидим сколько денег у нас остается на конец каждого месяца, которые отражены в данном отчете. Теперь давайте поговорим о балансе. Баланс содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале на определенные даты и за конкретный период. Важно понимать, что основное свойство баланса состоит в том, что суммарные активы всегда равны сумме обязательств и собственного капитала. Баланс всегда должен сходиться. Если баланс не сходится, помните ту странную фразу, которую вам задают финансисты, то значит у вас где-то либо ошибка в расчетах, либо вы учли не все доходы и расходы. Основные составляющие баланса. Это активы. Активы это хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся факторов ее хозяйственной деятельности и которые могут принести ей экономические выгоды в будущем. Обязательства. Обязательства это существующая на отчетную дату задолженность компании, которая образовалась вследствие осуществления ее хозяйственной деятельности и расчеты, которые могут привести к оттоку активов. Капитал это вложение собственников и прибыль, накопленная за все время деятельности организации. Итак, что такое активы? Внеоборотные активы это основные средства, то есть здания, станки и тому подобное, автомобили, автобусы, машины, все-все-все, что у нас относится к основным средствам. Долгосрочные финансовые инвестиции, долгосрочная дебиторская задолженность, то есть когда должны нам. Оборотные активы это денежные средства и их эквиваленты, производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция, дебиторская задолженность. В результате мы получаем какую-либо денежную единицу. Просуммировав все эти активы, получаем и того. Теперь поговорим о пассивах. В пассивы входит собственный капитал, который состоит из уставного, паевого, добавочного, резервного капитала, нераспределенной прибыли, долгосрочные обязательства, все обязательства со сроком погашения более одного года и короткосрочные обязательства. Это все обязательства со сроком погашения менее одного года. В результате, сложив все пассивы, мы тоже получаем какую-то сумму, какую-то определенную денежную единицу. Но опять обращаю же ваше внимание на то, что активы всегда в балансе должны равняться пассивам. Теперь поговорим о том, что такое чистый рабочий капитал. Это разность между величиной текущих активов и текущих обязательств. Он показывает величину оборотного капитала, свободного от короткосрочных, то есть текущих, обязательств. Иными словами, чистый рабочий капитал показывает доли оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не нужно использовать для погашения текущего долга. Наглядно это можно отобразить так. Вспомним оборотные активы, наши денежные средства, запасы, незавершенное строительство, готовую продукцию, которая лежит на складе, дебиторскую задолженность. Теперь отнимем от этого краткосрочные обязательства, то есть все те обязательства, срок погашения которых менее одного года. И в результате мы получаем наш чистый рабочий капитал. Теперь мы с вами подобрались к следующему важному вопросу, который я обещал вам раскрыть в ходе данного видео урока. Это что такое инвестиции? Инвестиции это размещение капитала с целью получения прибыли. Другими словами, инвестиции это вложение средств в реальный, это основной или оборотный может быть капитал, направленное на прирост производственных фондов и материально-технических запасов. От кредиторов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора. Кредит и проценты необходимо всегда возвращать в оговоренные сроки, независимо от прибыльности проекта. А инвестиции возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Соответственно, если проект убыточен, инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиционная деятельность это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли. И достижение, или достижение иного полезного эффекта. То есть, скажем, инвестиции мы вкладываем, приобретаем, расширяем наше производство, либо покупаем новое оборудование и меняем старое оборудование на новое. У нас увеличивается наше производство продукции, соответственно, мы получаем более высокую прибыль. Либо, скажем, опять же, к инвестиционным проектам, могут быть инвестиционные проекты, которые у нас требуются, которые необходимо выполнить согласно внешним требованиям, скажем, правилам охраны труда. То есть, эти инвестиции прибыли нам не принесут, но принесут другой эффект. То есть, мы будем нормально работать, нас не будет охрана труда постоянно останавливать. Итак, важные моменты. Непосредственные затраты на инвестиции не отражаются в отчете о финансовых результатах в момент их использования. То есть, не отражаются в отчете о доходах и расходах. Но амортизация основного средства отражается. Амортизацию мы ранее уже с вами рассматривали, когда смотрели, что такое показатель EBITDA. Мы видели, как амортизация отражается в отчете о доходах и расходах. Что же это значит? Другими словами, затраты на инвестиции, если вы захотите посмотреть их в отчете о финансовых результатах, они будут разнесены по времени. То есть, их можно увидеть в отчете о прибылях и убытках в амортизации. Итак, теперь поговорим о следующем важном понятии. Это дисконтирование. Которое часто встречается в отчетах о движении денежных средств, когда мы считаем наши денежные средства и прогнозируем будущие периоды. Дисконтирование – это определение стоимости денежного потока путем приведения стоимости всех выплат к определенному моменту времени. Дисконтирование является базой для расчета стоимости денег с учетом фактора времени. Деньги должны работать, иначе со временем их стоимость становится все меньше и меньше. Это если простыми словами объяснить дисконтирование. В английском языке существуют специальные термины для обозначения сегодняшней, дисконтированной, так сказать, и будущей стоимости. Это present и future value. Отсюда математическая формула дисконтирования выглядит так. pv равно fv умноженное в единицу, деленное на единицу плюс r в n-ой степени. Коэффициент, на который умножается будущая стоимость, называется фактором дисконтирования. И рассчитывается по формуле, как мы это видели вот здесь. Вот эта формула. В этой формуле у нас r вставка процента, n число лет от даты в будущем до текущего момента. Таким образом, когда мы дисконтируем, мы идем от будущего к сегодняшнему дню. Дисконтированная стоимость, другими словами, это будущая денежная сумма, приведенная к текущему моменту. Рассмотрим пример, чтобы было окончательно все понятно. Предположим, вам нужно в будущем вернуть долг своему знакомому, а именно через два года заплатить ему 1210 долларов. Вместо этого вы можете отдать ему 1000 долларов сегодня, и он положит эту сумму в банк под годовую ставку 10%. А через два года снимет с банковского вклада ровно необходимые ему 1210 долларов. По сути, эти два денежных потока, 1000 долларов сегодня и 1210 долларов через два года, они эквивалентны друг другу. То есть, сегодня, представьте, дисконтирование 1000 долларов, через год превратится, сегодняшняя 1000 долларов превратится в 1100 долларов, а через два года в 1210 долларов. Ранее мы уже рассматривали формулу дисконтирования, которая словами описывается так. Дисконтированная стоимость равна будущая стоимость, умноженная на некий множитель, который называется фактором дисконтирования. Коэффициент дисконтирования, который мы ранее тоже уже рассматривали, как это видно из формулы, зависит от ставки процента и количества периодов времени. Чтобы не вычислять его каждый раз по формуле дисконтирования, пользуются таблицы, показывающие значение коэффициента в зависимости от процентной ставки и количества периодов времени. Вот, давайте посмотрим на таблицу дисконтирования. Скажем, 1 доллар, который у нас есть сегодня, при ставке 15% через 3 года, 15% будет у нас стоить 66 центов, если округлить. То есть, покупательская способность 1 доллара будет равна нынешним 66 центам. Прошу прощения. Итак, критерий оценки эффективности инвестиционных проектов. Чистая дисконтированная стоимость. Это чистая приведенная стоимость, то есть NPV. Это разница между дисконтированными, то есть приведенными доходами от инвестиционного проекта и затратами на инвестиции. Если NPV больше нуля, значит проект читается прибыльный, его можно реализовывать. Если же NPV равен нулю, то проект не принесет прибыли, но и убытков не будет, то есть вы сработаете в ноль. Ваша инвестиция окупится, но прибыли от нее ждать не стоит. Если же NPV ниже нуля, проект будет убыточный. Такие проекты реализовывать не стоит. Следующий критерий это индекс рентабельности. Отношение суммы дисконтированных денежных потоков к первоначальным инвестициям. При оценке проектов, предусматривающих одинаковый объем первоначальных инвестиций, критерий API полностью согласован с критерием NPV. Таким образом, индекс рентабельности имеет преимущество при выборе одного проекта из ряда имеющих примерно одинаковые значения NPV, но разные объемы требуемых инвестиций. В данном случае выгоднее тот из них, который обеспечивает большую эффективность вложений. В связи с этим данный показатель позволяет ранжировать проекты при ограниченных инвестиционных ресурсах. Если NPV у нас считался в денежных единицах, то PI это просто коэффициент. Если PI больше единицы, то тогда проект можно считать прибыльным. Если же меньше единицы, то проект будет неприбыльным соответственно. Дисконтированный срок окупаемости. Это период времени, который требуется, чтобы инвестиция обеспечила достаточное поступление денег для возмещения инвестиционных расходов. При этом учитывается временная стоимость денег. То есть здесь важен коэффициент дисконтирования, ставка дисконтирования, о которой мы с вами говорили. Дисконтированный срок окупаемости, он должен быть меньше заданного. Скажем, если от вас ваш инвестор требует, чтобы инвестиции окупились за три года, если же согласно расчетам у вас дисконтированный срок окупаемости будет более чем три года, то значит это вашего инвестора не устроит. Если же менее, то значит все хорошо и он будет готов вложить деньги. Соответственно, дисконтированный срок окупаемости, он характеризует финансовый риск для инвестора точнее, чем обычная окупаемость. Критерии приемлемости, как мы уже говорили, критерии приемлемости срока окупаемости, чем короче, тем лучше. Следующий критерий это внутренняя норма доходности. Значение коэффициента дисконтирования, при котором чистая приведенная стоимость, то есть NPV равна нулю. То есть это та ставка, при которой дисконтированные доходы будут равны инвестиционным вложениям. ИРР у нас должно быть больше ВАК. Среднеузвешенная стоимость капитала. Это показатель, позволяющий предприятию оценивать эффективность своих финансовых вложений. Среднеузвешенная стоимость капитала характеризует стоимость капитала так же, как ставка банковского процента. Стоимость привлечения кредита. Только в отличие от банковской ставки, среднеузвешенная стоимость капитала не подразумевает равномерных выплат, а требует, чтобы суммарный приведенный доход инвестора был таким же, какой обеспечивал бы равномерные выплаты процентов по ставке равной среднеузвешенной стоимости капитала. Попросту говоря, среднеузвешенная стоимость капитала характеризует минимально приемлемую ставку отдачи от вложений. Основные методы финансового анализа. Мы перешли теперь к третьему нашему главному вопросу и будем немножко детально его рассматривать. Итак, как же анализируется финансовое предприятие? Вы можете просто читать отчеты, то есть изучать ключевые показатели деятельности предприятия. Можно читать, производить горизонтальный анализ, то есть изучение ключевых показателей от года к году. Скажем, вы берете выручку и анализируете ее по годам. От одного года и пошли, скажем, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и так далее. То есть вы видите, как он у вас изменяется по годам, скажем, по месяцам, если вам нужно проанализировать по месяцам. Существует также вертикальный анализ. Здесь изучение показателей производится по статей на по годам. Скажем, вы смотрите, берете конкретный какой-то год, либо месяц и смотрите фонд оплаты труда, материалы и далее пошли рассматривать все важные для вас показатели. Можно также использовать трендовый анализ. Это изучение трендов по ключевым показателям. То есть вы смотрите, как ваши показатели ключевые растут, снижаются и смотрите общие тренды работы вашего предприятия. Также расчет финансовых коэффициентов помогает производить качественный анализ финансовой отчетности предприятия. Это коэффициент ликвидности, рентабельности, структуры капитала, рыночной стоимости. Давайте более детально поговорим теперь об этих коэффициентах. Коэффициенты ликвидности характеризуют текущую платежеспособность предприятия. Существуют следующие виды коэффициентов ликвидности. Это коэффициент текущей ликвидности, быстрой ликвидности коэффициент, коэффициент абсолютной ликвидности, общий показатель ликвидности в балансе. Формула расчета коэффициента ликвидности – это активы различной ликвидности делятся на пассивы различной срочности. Коэффициент рентабельности характеризует эффективность предприятия. Существуют следующие виды коэффициентов рентабельности. Рентабельность активов, рентабельность продаж, рентабельность инвестированного капитала, рентабельность собственного капитала, Ну и любая другая рентабельность, которая нас интересует Формула расчета рентабельности это какая-то из прибыли, рентабельность которой мы рассчитываем Мы делим на рентабельность чего-то То есть мы берем прибыль нашу и делим ее на рентабельность, которую мы хотим получить Скажем, если мы хотим получить рентабельность продаж, мы берем нашу прибыль и делим на объем продаж Коэффициент обеспечиваемости характеризует эффективность финансового менеджмента Виды коэффициентов оборачиваемости Коэффициент оборачиваемости активов Коэффициент оборачиваемости оборотных активов Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности Коэффициент оборачиваемости девиторской задолженности Рассчитывается этот коэффициент следующим образом Мы берем выручку от реализации продукции и делим на то оборачиваемость, на что-то, то есть на то оборачиваемость, чего мы хотим с вами рассчитать. Коэффициент структуры капитала характеризует финансовую устойчивость. Виды коэффициентов структуры капитала существуют следующие. Коэффициент маневренности, в которой рассчитываются собственные оборотные средства, делятся на собственный капитал. Коэффициент обеспеченности собственными средствами, которой рассчитывается, собственные средства всего, делим на оборотные активы, коэффициент автономии, собственные средства, делим на совокупные активы. Теперь поговорим о таком показателе, как РОИ, коэффициент возврата инвестиций, показатель рентабельности вложений. Коэффициент возврата инвестиций в процентном соотношении демонстрирует прибыльность при значении большим 100% или убыточность, если значение меньше 100%, конкретность суммы вложения денежных средств в определенный проект. Формула расчета данного коэффициента следующая. Прибыль от инвестиционных вложений, деленная на сумму инвестиций. Следующий важный коэффициент, на который стоит обратить внимание, это коэффициент рентабельности продаж, отношение прибыли от продаж компании к ее выручке. Он отражает доход компании на каждый заработок, и может быть полезен как для правильной интерпретации данных об обороте, так и для экономических прогнозов в условиях ограниченного объема рынка, когда сдерживается рост продаж. Также рентабельность продаж является важным показателем для сравнения эффективности организации бизнеса в компаниях, работающих в одной отрасли. Рассчитывается коэффициент рентабельности продаж, чистая прибыль делится на объем продаж, на выручку. Итак, мы с вами ознакомились с форматами финансовых отчетов, знали, что такое инвестиции, ознакомились с методами финансового анализа. Я надеюсь, что теперь финансы вы стали понимать лучше. Теперь вы знаете, что такое финансы в предприятии, и теперь вы умеете их анализировать. Если вам понравился мой видео урок, подписывайтесь на мой канал, больше информации смотрите на моем блоге, ставьте лайки, спасибо всем за внимание, и удачи вам всем в бизнесе. С вами был Андрей, автор блога для начинающих предпринимателей, блог бизнес.com.ua. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok